Life is Strange. Игра, которая свои атмосферы затягивает на все 5 эпизодов, а множество выборов и постоянное упоминание о том, что данное действие будет иметь последствия в дальнейшем, интригует тебя, возбуждая еще больше интерес к ней. И хотя игра вышла 5 лет назад и уже выпустили приквел, возможно еще есть люди, которые ее не прошли, и поэтому настоятельно рекомендуется приостановить просмотр, обязательно пройти игру, а уже потом посмотреть данное видео, так как оно содержит спойлеры. А после прохождения будет полезна тем, что дополнит повествование этой замечательной игры и простимулирует вашу фантазию. Сейчас самое подходящее для этого время, и вам не надо будет томиться в ожидании выхода следующего эпизода и русификатора к нему, как многим фанатам, которые полюбили ее сразу, после первых пилотных эпизодов. Если же вас это не остановило, то приятного просмотра. Вы на канале World of Challenge, с вами как всегда ScreamDark, и в этом видео мы рассмотрим несколько возможных вариаций концовок, которые могли бы исправить положение в свое время и не вызвали такую бурную негативную реакцию у игроков, полюбивших данную игру. Запасайтесь вкусняшками, мы начинаем. Для начала вспомним основной сюжет игры. Вы играете за студентку-фотографа Макс. Все начинается, когда она непонятным образом оказывается в лесу и видит страшный шторм, который надвигается на ее город, в котором она учится. Аркадия Бэй. Просыпаясь в классе, она в недоумении не понимает, что это было за видение, после чего идет в уборную, чтобы прийти в себя от того, что она увидела. Но вдруг залетает бабочка. Наша героиня делает ее снимок и становится свидетелем конфликта между девушкой и Нейтаном, однокурсником Макс, который заканчивается убийством последних. От маты во время назад, она снова оказывается в классе. И тут становится уже интересно. Оказывается, Макс может управлять временем, а именно обращать его вспять. Используя эти способности, она решает спасти девушку, которую должны убить. В дальнейшем мы всюду видим плакаты о пропавшей Рейчел Эмбер. Ближе к концу первого эпизода мы снова встречаем ту самую девушку, которую спасли. И оказывается, это подруга детства Хлоя. Они едут к ней домой, чтобы починить камеру, а затем из-за ссоры с Дэвидом, отчимом Хлой, сбегают на маяк, где Макс снова видит ведение шторма и уже дату, когда это произойдет, 11 октября, и решает поделиться всем со своей подругой, а нас знакомят с ключевыми персонажами, которых мы узнаем дальше и с которыми будем выстраивать дальнейшие отношения. Нам предстоит прожить захватывающую неделю вместе с Макс, где мы узнаем, что Рейчел мертва, спасти еще три раза Хлои от смерти, что Джефферсон убийца, не один раз поломать таймлайн и предотвратить серию убийств, или же погубить целый город. Решать нам, и принимать решение надо обдуманно. На всем протяжении игры, как уже поминалось раньше, вы постоянно видите надпись, что данное действие будет иметь последствия в дальнейшем, и это дает тебе надежду, что концовка явно не одна. На концовке всего две, причем они никак не будут зависеть от сделанных тобой выборов, и ты не понимаешь, для чего все это было нужно. Да, есть небольшое отличие, и зависит оно от того, спас ты Кейт или нет, но этого мало. В самом конце Макс и Хлоя приходят к выводу, что причиной шторма является Хлоя, и тот факт, что спасать ее пришлось еще не один раз, а целых три, наводит их на мысль, что может и не надо было менять хоть событий, и оставить все как есть. Теперь перед Макс стоит выбор, спасти Хлою еще раз, но Аркадия Бэй будет разрушена, и люди в нее умрут, причем ее друзья тоже, либо пожертвовать Хлою, но спасти Аркадию Бэй. Конечно, выбор тяжелый для Макс, но я хочу знать, зачем я поливал этот цветок и спас птицу, раз мне говорят, что это будет иметь последствия. Но увы, ответа не будет, и именно все обесценивание выбора, вплоть до спасения бездомных, неоднозначной концовкой и вызвало бурю негодования у фанатов. Итак, давайте дополним эти две концовки и сделаем так, что хотя бы часть выборов действительно будут иметь последствия. Проходя каждый эпизод, тебе дается список всех твоих выборов, плюс в игре помимо простого выбора и соответствующей надписи о последствии, есть и ультимативный выбор, который выделяется особым экраном и предлагает всего два варианта выбора, и только иногда три. Наш условный почет количества очков Indie Question Points будет основан в основном на них и принят за один балл. Все другие выборы считаются за половину балла. Делаешь решение в сторону примирения или просто хороший поступок? Плюс. И наоборот. Отрицательный выбор минус балл или полбала. Основываясь на ключевых персонажах, Кейт, Нейтана, Виктории, Джефферсона, Дэвида, Джойс и Фрэнка, мы выберем два пути взаимодействия с ними. Дружба или вражды. Все это отображает то, как относится Макс к Аркадию Бэй, так как именно ее нам и надо будет спасать. С Хлоей аналогично. Мы можем либо наладить с ней отношения, либо испортить. Все это в итоге и повлияет на разнообразие концовок Life и Strange. И вот перед нами стоит тот самый выбор, спасти Аркадию Бэй или Хлою. Если вы принимаете решение пожертвовать Аркадию Бэй, то есть спасти Хлою, но при этом спасли Кейт, наградили поцелуем Уоррена, спасли Фрэнка, помогали Лизе и наладили отношения с Викторией, а за все протяжение игры у вас с Хлоей были хорошие отношения, вы ее поддерживали и тоже наградили поцелуем, то она помогает в конце Макс перенести то сознание, что она пожертвовала своими друзьями ради нее, и сделает все, чтобы оправдать ее жертву. Макс, погоревав, приходит в себя и остается с Хлоей. Нам показывают, что она также использует свои силы, а Хлоя избавилась от дурных привычек и устроилась на работу. Условно хорошая концовка при спасении Хлои и назовем ее первой. Если же вы не спасли Кейт, не спасли Фрэнка, не относились хорошо к Уорруну, не помогали Лиз и с Викторией у вас плохие отношения, но с Хлоей вы все так же поддерживали дружбу, Макс говорит, что так и должно было быть, и она больше ее не бросит, как раньше и будет ее оберегать. Естественно, Аркадия Бэй ей не так важна, как и те отношения с ее уже бывшими друзьями, что в принципе с своими поступками она и так это показывала на протяжении пяти эпизодов. Макс красится, меняет свой имидж и становится похожей на Хлою. Это тоже условно хорошая концовка для Макс при таком выборе, и назовем ее второй. Следовательно, плохая концовка при спасении Хлои будет зависеть от того, какие у вас неотношения. При первом варианте концовки на плохих отношениях с Хлоей она не поддерживает и бросает Макс, который теперь осознает, что напрасно ее спасла и погубила лучших друзей. В депрессии она не понимает, зачем ей эти силы, если она не может использовать их в должном образом и совершает суицид. Плохая и третья концовка. Проходя игру по второму пути, то есть Макс не спасла Кейт и вела себя негативно по отношению к людям, с Хлоей отношениями были плохими, та также ее не поддерживает, но Макс на это плевать, потому что все время в мире, в ее руках. Она использует свои способности, чтобы добиться успеха и славы и живет только для себя. Тут она превращается в меркантильную и эгоистичную Макс. Плохая четвертая концовка. Теперь второй выбор. Спасти Аркадию Бэй. У Макса со всеми плохие отношения, даже с Хлоей. Кейт она не смогла спасти. Друзей у нее нету в этом спасенном городе. Макс также превращается в эгоистку и использует свои силы в личных целях. Плохая пятая концовка, аналогичная четвертой. При первом варианте событий, когда у вас со всеми хорошие отношения, но с Хлоей нет, Макс переживает потерю друга, однако Уоррен и ее лучший друг, которого она поцеловала. Кейт жива, и они помогают ей пережить потерю. Потом нам показывают, что прошло некоторое время, и Уоррен делает предложение Макс. Они играют свадьбу, и Кейт там тоже присутствует. Хорошая концовка при спасении Аркадии Уэй, и уже шестая. Здесь может быть куда больше вариаций. Все зависит от того, спасли ли вы Кейт, или она совершила суицид, и как относились к Уоррену. Если в конце вы его обняли, а не поцеловали, то предложение он ей не делает, но они друзья, и Макс становится знаменитым фотографом. Это тоже хорошая концовка под номером 7. Как видно, окончание игры могло быть куда разнообразнее, и быть похожим на Биллионтву Соус, где в конце у тебя тоже два выбора, но концовки отличались, в зависимости от принятых решений во время игры. Тем не менее, это все еще замечательная игра, которая увлекает до сих пор, и таит в себе множество секретов. Пишите в комментариях, какие концовки вы сами придумали, на основе своих выборов. Если видео наберет 2000 лайков, я сделаю следующее, по Life is Strange, в котором постараюсь раскрыть тайну появления силы Макс, действительно ли надо было жертвовать Хлои, и как можно было спасти Рэйчел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, и до встречи на стримах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok